Директор местного краеведческого общества Антон Кузнецов сегодня главный судья иммерсивного квеста «Тайны ночного леса». Это такая современная смесь экскурсий, приключений и викторины. Командам дает маршрутный лист, красивую карту и отправляет в путь. Большинство участников – это семьи. Мы идем с командой «Лунатики», в которой дети дружат еще с детского сада. Они подтянули своих родителей. Роман, скажите, пожалуйста, почему «Лунатики»? Или «Лунтики»? Лунатики. Почему? Название сын придумал. Как ты придумал? Автор названия так и остается неизвестным. Впереди более интересные тайны. Команда добирается до первой точки. Задание им дает не просто кто-то, а кандидат наук, окончивший факультет почвоведения Московского университета. Как известно, на территории Одинцова много миллионов лет назад было неглубокое море. И с тех пор остались некоторые палеонтологические артефакты, которые можно найти сейчас в ручье. Они лежат. Некоторым артефактом уже этим отложением палеонтологическим по 125 миллионов лет. В русле ручья за 7 минут надо найти минералы, остатки древней морской фауны и флоры. Лунатики справляются даже быстрее и, с сожалению, узнают, что с собой забрать ничего нельзя. И дети и взрослые втягиваются в приключения, договариваются немного сбавить темп. Мы как-то, по-моему, излишне быстро бежим, и иногда наши мысли не успевают за нашими ногами, потому что первый раз мы убежали без подсказки, второй раз мы чуть не убежали без бумажки. Поэтому я предлагаю дальше как бы так, чтобы наши мысли лучше пусть обережают наши ноги. Иммерсивный квест – только часть грандиозной акции «Ночь в парке». Большое количество разных активностей, так или иначе связанных со спортом и удовольствием. Желающие пощекотать себе нервы могли и походить по гвоздям. Можно было послушать медитативный сет барабанов, лежа в гамаках. Иллюминация и разнообразная музыка превратила парк в какое-то волшебное место для сказочных историй. Молодежь оценила ситуацию и, говоря на сленге, принялась пилить видосы, снимать короткие ролики для соцсетей. «Ночь в парке» – акция регионального уровня проходила сразу в 80 парках Подмосковья. На Лазудинке в ней так или иначе поучаствовало более тысячи человек. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».